Доброго времени суток. Мы на канале компании «АвтоСтронг». Компания, которая продает только качественные запчасти, осуществляет только качественный сервис для своих клиентов и делает доставку. В 2001 году компания Renault выпустила свой первый полтора литровый турбодизель. Надо сказать, что немногие автопроизводители решались на производство маленького дизеля. Первыми были компания General Motors с их двигателем 1.3 Multijet, о котором мы рассказывали ранее. Кликаем по ссылке и смотрим. Итак, полуторалитровый дизель от компании Renault выпускается до сих пор. Его можно увидеть на маленьких и коммерческих автомобилях Renault, Nissan, Dacia, Suzuki, а также Mercedes. Да-да, ОМ607 мотор – это вот этот. За 17 лет мотор неоднократно модернизировали. Пожалуй, самыми радикальными изменениями являлись изменения по части его топливной системы. В зависимости от мощности и года выпуска, его оснащили топливными системами от разных производителей – Delphi, Siemens и Continental. Справедливости ради нужно сказать, что Continental – это тот же Siemens, потому что Continental купил топливное подразделение компании Siemens. В данном случае мы разбираем мотор с топливной системой Delphi, снятого с Renault Megane 2 2004 года. Renault и Delphi не расставались до 2009 года. В данном случае все ТНВД у них одинаковые, но обозначались разными индексами и номерами. В версии двигателя K9K мощностью более 105 сил стояла топливная система Siemens. Топливная система Delphi капризная, но недорогая в ремонте. Она очень требовательна к качеству топлива. Если использовать некачественный топливный фильтр, завоздушить систему, еще и заправиться соляркой с примесями воды, то насос Delphi начнет гнать стружку. Собственно, стружка образуется из-за недостаточного смазывания топливом ротора топливного насоса. Эта стружка разносится по всей топливной системе, засоряя форсунки. Для продления срока службы форсунок Delphi их рекомендуется отправлять на чистку каждые 30 000 километров, ТНВД каждые 60 000 километров. Но есть в Delphi очевидные плюсы. Во-первых, форсунки стоят очень недорого в компании «АвтоСтронг». Во-вторых, они автоматически адаптируются под их естественный износ, и их не надо прописывать при установке. Большинство моторов 1.5 DCI K9K прибыли в Беларусь из Европы, поэтому достоверно неизвестны их пробеги. Соответственно, возникают специфические неполадки. Ну и справедливости ради можно сказать, что мотор, выпущенный до 2009 года, очень капризный. В Европе интервал замены масла для этого мотора был 30 000 километров. Естественным образом масло не выдерживало, страдали шатунные вкладыши, начинали гнать стружку. То есть, масло со стружкой начинало смазывать эту турбину, изнашивался вал турбины, и здесь мы видим последствия. Большой поперечный люфт и масло, сочащиеся в выпуск. Так как в компании «АвтоСтронг» есть абсолютно всё, сейчас мы можем показать вам и хорошую турбину. То есть, вот турбина с нашего мотора, которая отправляется в мусор, и вот хорошая турбина с мотора 1.9 DCI. А теперь вернёмся к турбине, которая стояла на моторе 1.5 DCI. Эта турбина без управляемой геометрии и управляется перепускным клапаном. Если же мотор мощнее ста лошадиных сил, то турбина на 1.5 DCI с управляемой геометрией прямо такая же, как на 1.9 DCI. Обратите внимание, что в турбине с управляемой геометрией улитка горячей части побольше, и шток находится в поперечном направлении. Делфи. А теперь начинаем доставать те самые форсунки Delphi. Вот те самые форсунки Delphi. Если у вас проблемы с форсунками, то айда в АвтоСтронг. В компании АвтоСтронг есть не только все запчасти для топливной системы Delphi, но и для топливной системы Siemens с гарантией и доставкой. А теперь начинаем самую реальную дефектовку мотора. И вот они последствия долгих межсервисных европейских интервалов. То есть на некоторых кулачках износ существенный, на некоторых незначительный. Но этот распредвал уже долго ходить не будет. Тепловые зазоры в этом моторе регулируются путем подбора вот этих стаканчиков. Они должны блестеть. Но мы видим, что жизнью их побило. Момент затяжки болтов головки блока цилиндров на нашем моторе оказался очень большой и при попытке их открутить сорвало шляпки. Но нас это не остановит, и мы доберемся до поршней снизу. Наш нетипичный разбор продолжается. То есть только что мы сняли крышку поддона, посмотрели, что там нет никаких отложений, все чистенько. Сеточка маслонасоса тоже в прекрасном состоянии. И сейчас будем оценивать состояние коленвала. В консистите и вкладышей без замечания. В отличие от верха, снизу у нас дела намного лучше. Состояние вкладышей без замечания. Совершенно ожидаемо, что коренные шатунные шейки у нас в отличном состоянии. Достать поршни снизу у нас не получается, потому что они упираются в опоры коленвала. Придется немножко посверлить. Прошло несколько часов, и после высверливания мы наконец сможем снести голову этому мотору. И вот сейчас мы видим эти подлые болты, которые нам пришлось высверливать несколько часов. Теперь они поворачиваются руками. Вы спросите, было ли ради чего убивать столько времени? Было, ведь цилиндры у нас в превосходном состоянии, никакой выработки и отличный хон. Мы продолжаем наш нестандартный разбор мотора. Сейчас мы будем доставать поршни вверх. Несмотря на то, что цилиндры этого мотора просто в прекраснейшем состоянии, мы все-таки обнаружили последствия длинных европейских сервисных интервалов. Во-первых, деградирующее масло перестает защищать шатунные вкладыши, и здесь мы видим, что они протерты аж до меди. И если мы обратим внимание на сам поршень, на его кольца, то здесь просто нереальная закоксовка. Вот как будто бы отработки далили и, соответственно, графитовое напыление под износилось, то есть меняйте масло чаще. Разборка закончена, и мы заранее знали диагноз этого мотора. Этот мотор выступил в качестве научно-методического пособия, чтобы вы понимали, с какими проблемами он может приехать из Европы. Но в компании «АвтоСтронг-М» есть очень много свежих и хороших моторов K9K. Заходите на наш сайт, покупайте у нас только хорошие качественные запчасти. Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте большой палец вверх и пишите в комментариях, какие моторы вы хотели бы увидеть в следующих видео. Спасибо и с вами была компания «АвтоСтронг-М».